В эфире Первого Балтийского канала информационный блок Доброе утро, Таллин. Сегодня у нас в гостях депутат Европарламента Яна Том. Яна, доброе утро. Доброе утро. Разговор пойдет о внутренних делах, не о европейских. Недавно прошел конгресс, на котором выбирали председателя Центрической партии. Им стал Юрий Ратас. Вы не прошли. Но, судя по всему, для вас это не стало сюрпризом? Ну, конечно, мы все считать умеем. Мы знали, сколько должно быть голосов. Я получила больше, чем рассчитывала. И, в принципе, результат хороший. То есть, для вас, в принципе, тот результат, который отразился на голосах, он приятный и все? Ну, как вам сказать? У меня не было ощущения, что я выиграю конгресс. Я адекватно оценивала свои возможности. Но мы должны были показать, что мы есть. И что мы не согласны с тем, что происходит. Я думаю, что с этой задачей мы справились. Ну, вот тот выбор, который сделали делегаты, на ваш взгляд, он нормальный? Он хороший для партии? Ну, я бы не баллотировалась, если бы я считала, что это лучший вариант. Но это решение моих однопартийцев. И я, конечно, не стану его оспаривать. Что теперь будет дальше с вами? В данный момент со мной не будет ничего. Я надеюсь, я поеду в Брюссель и буду делать свою работу. Я чтен правления партии. Я, как и прежде, буду руководить округом. Я буду куратором какого-то другого округа. Буду работать так, как работала впредь, так, как работала в прошлом. То есть, это никак не повлияет на мою деятельность. Нынешний председатель Центрической партии делал вам предложение стать вице-председателем. Что из этого вышло? Из этого не вышло ничего, потому что, как я полагаю, предложение было сделано, возможно, в надежде на мою лояльность во время предвыборной кампании. Так как я этих надежды не оправдала, то в результате предложение это было не то чтобы даже отозвано, а оно просто перестало озвучиваться. Но я по этому поводу не грущу. Можно ли говорить о новом этапе Центрической партии? Безусловно. Это положительную сторону? Я боюсь, что нет. Я боюсь, что нет. Потому что, во-первых, возместить такую потерю для партии, как Эдгар Сависер, будет крайне сложно. Во-вторых, сама ситуация была очень некрасивой. И как мы будем из всего этого выруливать, я пока не очень вижу. Мы, конечно, постараемся договориться. Мы постараемся, так сказать, позиции не сдать. Но сейчас для меня главная дилемма состоит в том, что те вещи, которые я делала, ну, типа там, не знаю, таксистов нарвских, неграждан с правом голоса, это все, на самом деле, выходит за рамки официально записанной программы партии. А несколько раз во время кампании прозвучало, что у нас есть рамки программы партии, именно их мы будем придерживаться. И вот пока меня никто не одергивает, я, так сказать, в эти игры играю. А если окажется, что я как-то пришла с ней ко двору, тогда посмотрим. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Русскоязычный электорат, безусловно, очень важен для партии. И вот сейчас, я думаю, они немножечко в недоумении, что будет дальше, что будет с Эдгаром Сависером и за кого голосовать. Ну, это все покажет время, какие-то ближайшие месяцы. То есть мы на самом деле стараемся вести какие-то конструктивные переговоры, находить какие-то точки соприкосновения. В социальном плане там в каком-то у нас никаких разногласий нет. У нас нет у партии внятной позиции по внешней политике, вообще никакой. Мы как все. А хотелось бы, чтобы нас что-то отличало, потому что как все, это, во-первых, неразумно, а во-вторых, это, по-моему, неправильно. А во-вторых, у нас, конечно, есть разногласия по русскому вопросу, не разногласия даже, а существует такая теория, что один русский голос уводит один эстонский из партии. Ну, примерно так. И вот этот баланс сохранять очень трудно. Эдгар это умел, сумел ли это ратос, я не знаю. Если говорить о возможной новой правительственной коалиции, здесь какие варианты вы видите? Ну, здесь варианты, возможно, самые разные. Возможно, коалиция с реформой, вероятно, возможно, коалиция с отечественниками и соцдемами. Но у меня пока, как говорят эстонцы, знаете, поговорка, есть суп совершенно горячий. Мне больно, что все эти коалиции достигаются ценой жертвы в лице Энгар-Сарисера. И это крайне неприятно. И вот как быть с этим, я пока не понимаю. На данный момент, если я правильно понял, все рассудит только время. Время, но на самом деле какое-то ближайшее время. Потому что местные выборы у нас через 11 месяцев. И мы должны в ближайшее время, до Нового года, понять, как мы движемся дальше. Где у нас приоритеты. Вставляем из-за того, палки в колеса или нет, и так далее. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но нужно положить к этому максимум усилий. Спасибо большое, Яна. Успехов вам. Спасибо. Информационный блок «Доброе утро», Талин подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях была депутат Европарламента Яна Том.